Постыпается на стоять, нормальное настроение. Бабах, как по темечку, да. Валера, ты чё? Постыпается. Валерка! Здорово! Ты чё в таком заводе, Валера? Ты ж вышел сразу такой... Проблема у нас, Валера, потому я и в заводе. Вот-то я и вижу, ты ж всегда, вот, Валера, всегда как консорт диска. Причём тут консорт диска? Ну, помнишь, у тебя два позвоночника в диски вылетело? Ты ходил всё время. Это чепуха, это не проблема. Вот это проблема, так проблема. Я буду писать ныне в ГАГу, понятно? Вместе в эту ГАГу напишем. Кстати, кто он? Откуда я знаю, все туда пишут? У меня нет слов на них, Валера. У меня есть, я дам. Не надо, я эти слова знаю, тут люди другом не надо. Ящер, подоль. Просыпайся нормально с утра и вдруг... Иди сюда, иди сюда, Валер, иди сюда. Ты ещё сам... Ну, расскажи мне тогда уже, тогда уже... Да мне жалко тебя, понимаешь? Да я ж твой друг... Вот потому и жалко. Разделим твою проблему поровну. Глобальная проблема, она касается всего населения. Валер, разделим её поровну, один к трю. Так. Пятьдесят и десять. Ну, мы ж друзья, мы ж тобой вместе в школу, в армию, девчонки, всё. Я всегда все твои проблемы, я ж и всегда на себя брал. Слушай меня. Лиза. Получил? Проститутки стали брать сто долларов? Да вот представь сегодняшнего дня. Ещё вчера было девяносто пять, Валера. Я не знал, я вчера всё сделал. Так подорожали цены на обслуживание населения. Представь себе. И ты не спроси, а? Уму не распили. Они взяли, рубанули вот так, с пляжа, и всё. Извини. Без предел. Я не понял, что и Женька теперь берёт сто долларов? Женька мужик-то с ума сошёл. Я про Женю крановщицу с башенного крана. С ней нормальный, с ней контракт на три года. Хоть шо-то успокаивает, хоть шо-то даёт надежды. Что толк, она одна нас полрайона. Успокаивает. Подожди, у меня есть мысль, но я даже боюсь её озвучивать на сто каналов. Не бойся, любая мысль сейчас ценна. А что, если в этом вопросе задействовать жён? Ты подумал, что сказал? Ну, вообще-то изморозь сморозил. Но, Марин, с другой стороны, ну, смотри, ты знаешь, как меня моя зовёт? Знаешь, последние пять лет она меня зовёт вообще абонент. Почему? Потому что я для неё недоступен. Я вот даже давно уже вышел из сети. А вот когда ты последний раз цветы дарил? Я вообще не дарил. Очень стыдно, Валерий. Стыдно. Вот сеть это, ладно, а вот цветы, я своей ежегодно дарю цветы. На восьмое марта. Может, пошли купим цветы. Здесь есть одно место, клумба, нетронутая. Кроме меня никто не трогает. Да? Ну, пошли тогда. Ну, пошли. Да? Да. С жёнами нормально, они стоят. Нормально, заёте мне. На халяву, правильно?